Добрый день дорогие друзья! Приветствую вас в поселке Витязево. Температура воздуха плюс 26,3. Мы находимся на южном проспекте у Южного кольца. Давно не было у нас дневных просмотров у наших подписчики на своих маршрутках. И мы с вами сейчас прогуляемся, посмотрим, что работает на параллели в дневное время, много ли людей. Посмотрим на центральный пляж в Витязево. Приятного просмотра и хорошего настроения. Ждем вас всех у нас на отдыхе. Вот при этом мы передаем огромный и начинаем свое путешествие. Здесь у нас питьевой билет пока не работает, но зато уже подкрывалось огромное количество всяких разных мест. Кстати, платная упаковка. Давайте спросим, почем. Паковочка охраняемая 300 рублей в шутки, либо 1 час 100 рублей. Можно здесь припарковаться. Мы видим заезжающих гостей. Докусный гостевой дом Посейдон. Здесь Афтурик проживал. Кристина работает. Торговые павильончики с всякими разными товарами. Все функционирует у нас уже и готово к вашему приезду, если вы еще не здесь. Вчера девушка нас предложила покататься. Вот уже нашла себе кого покатать. Это прям очень хорошо. Развлечения работают. Пирная точка. Здравствуйте. 60 и 70 рублей, да? Пивасик. 45 рублей. Квас. 35 рублей. Лимонад на Южном проспекте. Есть еще вот такая вот красота. Щух. С разными деревяшками можно все заказать. Почем вообще? А, вот вижу. Такая вешалочка. 250 разные. Вы еще. А лягушка такая? 70 рублей. С ценниками. Разнообразные подарки. О, в вашем году я помню, выводили вот эти вот карты. Куча всего интересного. В этом году хоть связь работает. Можно у вас прогуляться здесь, посмотреть, что есть. И всякие буковки, да? Можно имена, фамилии составить. Повторяю, напоминаю про точечки стату, ребятки. Уточняйте конечную стоимость продукта. Чтоб все было хорошо и круто. Аттракциончики уже работают. Вчера мы смотрели. Кстати, спрашивали, правда домик с монетками тоже функционирует. И здесь у нас большой комплекс, который открывается в карусели. Стоимость аттракционов, можете видеть, друзья. То, что будет работать в этом году и какие ценники сейчас. Посмотрите, какая красота возле розочек. Здесь аэрохоккей, батуты. Прям классно. И еще одна касса здесь. Прям батуты с патчбобом. Я бы даже сам попрыгал бы. Цены на батутный городок и на все остальное, пожалуйста, указано. Есть лего-град, ребятки. Дети могут там поиграть. Клево. И стоимость, пожалуйста, вам указано. Можете видеть, что парк перестраивают, меняют. Появился второй этаж. Говорят, на следующий год запустят. И все уже спешит к тому, чтобы запустить. И это побыстрее. Тестируют аттракциончики. То есть налаживание происходит. Ждите прям вот-вот. Кафе Грека. Друзья, можете увидеть. Тут тоже уже все потихонечку запустилось. И функционирует. Можно заказать, чего-нибудь себе покушать. Меню хорошее, работает круглогодично. И постоянно, когда проходим, здесь сидят люди. Смотрите, здесь рядом есть экспресс-фуд. Можно и разные вкусняшки попить. Роллы от 60. Пицца 380. Курица гриль. Тоже цена, друзья. Так вот это выглядит. Точка рядышком с парли. Рядышком столовая номер один. И есть еще одна столовая. Парфенон. Пойдем посмотрим, что почем здесь стоит. И, друзья, заходим на параллию. И нас встречают полностью практически функционирующие зоны развлечения и отдыха. Все уже работает на полную катушку. Лада в этом году переполнял формат. Там будет магазин. Наш друг открывает. Юрий Суютный. Я думаю, вы по нашим видео должны помнить. С левой стороны кафе столового Византия. Так, мусорки есть. Смотри, где фрегат работает. А вы устрец ели, спрашивают у вас, друзья мои. Магазинчик фасоль. Функционирует. Моребар уже потихонечку открывается. С правой стороны. В общем, все начинает работать. И это прям даже очень хорошо. То, что нас радует. И приносит удовольствие на все 100%. То, что есть и люди, и солнышко светит. И прям атмосфера такая покоя и радости. Итак, друзья. Это мой халявный кофе. Креп блины. Здесь готовит настоящий американец. То есть, если вы хотите прийти попить американу, то, блин, вот от американца. А то все остальное, это все не то, все не так. Кофе здесь даже большая стоимость 100 рублей. Ну, а по блинчикам можете посмотреть. Мы неоднократно на канале делали на них обзор. И самая прикольная тема, это, конечно, пиво еще в ледяной кружке. Тоже смотрится в желудочке вообще будет вкусно. Находится на паралии. И напротив, допустим, вот хинкальная. Вы можете увидеть. То есть, все рядышком. Приходите, пробуйте, наслаждайтесь. Если были здесь, пишите отзывы про Ромина заведение. Так, ребята, работают уже в полной мощности. Очень порадовал, конечно, кофе за соточкой. А вот Джанни говорит, кофе вкусное. Магазин Фонагаги открылась. Шаура Магира, бар, шашлык, пожалуйста. Но фонтан все так же не работает. Здесь готовится уже к открытию хинкальная у нас вовсю. Мы находимся сейчас на паралии и столовой якорственной стороны. Работает у нас кафе Ван, переформатированная. Говорят, что поменялись повара и обещают более вкусную кухню. Может быть, проверим в ближайшие дни. Заведения уже все пооткрывались. Здесь кавказская пенница, хинкали и пицца. Очень много, так сказать, всего поны выставляли, что идешь, прям глаза разбегаются. Мы сегодня показываем, как долго идти до пляжа. Если, конечно, к этому стремиться. Потому что заходишь и здесь все смотришь. Все по ценам, чтобы вам потом все это рассказать. Здравствуйте. Как ваш отдых? Отлично. В общем, поворачиваем дальше. Здесь тоже большое количество торговых площадей, которые уже работают. И подходим на центр параллель. Так, друзья, смотрите, сидят павлинчики. Кафе Встреча работает. Девчонки фотографируются. Прям шикарно. О, я смотрю, что появляются полотенца на Гранд Меридианзере. У них уже музычка работает. Фастфуд. Ну, то есть все в доступе. Все, что вам можно понять. Хоркодилы, рыбы, рептилии, экзотические животные. Открылись виртуальная реальность. Люксор работает. С правой стороны там наверху открылись и столики. И детская рыбая комната. Можно посидеть. Также запускается аптека. Фрукты, овощи. Ну, в общем, все торговые помещения, павильончики работают по полной программе. Грин-бар работает. Горгибья гостиница здесь. Смотрите, какие красивые скамеечки появились. Люди сидят, отдыхают. Смотрят по сторонам. Как же классно, друзья, у нас. Продукты. Соль в магазинчик еще один. Аптека еще одна. В общем, если вам надо будет лекарство, проблем с этим никаких не будет. Ой, а там прям сколько людей, друзья. Мы смотрим дальше. Кафе Мираж. Шаурман Шашлык. Шарман Картинги. Туда дальше можно пройти. Пиво еще не открылось. Здесь ребята уже продают шашлычки. 87 рублей обещают. Там Эмиральд находится. Тоже все прям классно работает по полной программе. Кафе Орион ждет гостей. Это улица Знойно-Серебряная. Тоже работает. И это хорошо, друзья мои. Наш подписчик, кстати, держит в магазине салон по красоте. Пожалуйста, вон там педикюр, маникюр. Все-все, что только можно. Просите скидки. Скажите, тоже подписчики Озаровского. Думаю, вам предоставят. Проходим, друзья, сейчас китайку. Смотрите, здесь заработал уже фонтанчик. Можно прийти и подкушать. Работает у них шашлычок по 77. Здесь, смотрите, какой комплекс именно из животных, из травок. Тоже выглядит очень красиво. Детки лазят. Ну, лучше бы, конечно, не лазили. Тогда бы оно выжило бы подальше. Было бы еще лучше. И сколько людей там двигается к нам. Девушка взевает. Она стрелять не приглашает. И красота, друзья. О, нашу дружную команду нужны официанты. Кассиры мастирать красоты, мучки, а чистоты и посуды. Ребята, здесь предлагают шашлычок по 77 рублей прожаренный. И также у них работает столовая. Новая китайка еще только готовится к открытию. Но помещение прям огромное. Там должно сидеть столько людей есть, что мама дорогая. Наверное, всю параллель туда загрузят. С правой стороны у нас Дюна находится. Это пансионат для отдыха. И здесь огромное количество. Работают уже, по-моему, все точки, которые только можно захотеть и себе представить. Прям куча разнообразного товара. Готовится к открытию. Тут уже пирная точка. Здесь, смотрю, пару каких-то интересных точек. Мороженое с кимо продается. В общем, друзья, потихонечку здесь появляется. Это, в целом деле, прям очень хорошо в параллель. Мне это очень нравится. Смотрите, какая красота. Прям куча-куча всего, что... Не слышно, колонка не работает. Вот так вот, ребята. Девчонки работают, все отдыхают. Все прям, ну, очень хорошо. Не хватает только вас для полноценного отдыха и получения удовольствия на параллель. Разнообразные сладости огромное количество. Рыбки голодные. Не забывайте покормить. Здравствуйте. Рыбки голодные? Конечно, всегда голодаю. Фрукты и овощи, ребята, продают тоже большое количество. И торговые точки везде, 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 везде. Здесь, смотрите, открываются шашлыки и пены. Уже там продают по-немножку. Вы, если где-то что-то кушали, пишите, где что. Обязательно. Довелитесь, друзья. Потому что только ваши отзывы могут подсказать нашим зрителям, где что-то вкусное и классное получить. Кафе за решеткой называется. Сижу за решеткой. Кафе Виктория тоже хорошее место. Хвалят его очень часто. Требуется всегда на работу людей. И тут есть небольшая детская зона. Я думаю, как запустят, мы обязательно к ним зайдем и что-нибудь расскажем. Винчик, пивасик работают, ребята, возле кафе Моря. Шашлык здесь за 77 рублей обещает. Большущий мангал тут функционирует, друзья мои. Чем ближе к морю, тем жарче становится. И кафе Моря. То есть сидят люди, кушают подмозочку. Вот такие пальмы у нас сверху стоят. Слушайте, прям такая лайтовая ситуация, красота. И вот это уже практически все продажные точки. Прям очень класс. Смотрите, прикольную точку разглядел. Здесь частная пивовая армия. Посмотреть раки готовые. Полторы тысячи. Барабулька. Рыбка. И тут просто... Тоже красиво, по крайней мере, уложено. Чтобы поглядеть, что почем стоит. А сейчас ставьте на пауз. Дальше мороженое, выпеченье. Пекарня прям на параллее косички пострелять. Так, друзья, мы потихонечку выходим с параллеи на море. Тут тоже ребята готовятся для работы. И все больше остается нам, точнее, меньше остается расстояние до моря. Здесь, вот, посмотрите, как посносили дюны полностью. Комментировать не хочу. Это все администрация у нас регулирует все отношения. Также квадроцикл ставит. И все, такой вопрос к Василию, как бы у нас, нашему Александровичу Швец, почему так происходит. Прям большой-большой. Жалко очень. Вот это все так смотрится. Прям грустно и печально. Но, как говорится, приходят бизнесы. И пофиг нам на дюны. Пофиг нам на все. К большому сожалению, еще. Хотелось бы, конечно, чтобы все было совершенно по-другому. Здесь Аквавизантия собирается выставиться в этом году. Что-то они какой-то каркас большой строят. Нам даже интересно, что здесь будет посмотреть. Но это мы увидим только туда, когда уже все заработает. Также можно увидеть, что выставили, короче, этот аттракционы, батуты. Но, честно, как попадаешь немножко назад в прошлое, когда вот это все было там все популярно, прикольно. Ну, можно прийти с детками попрыгать на батутах. Выходит, когда дача-коридор продолжается. И вот, смотрите, ребята, какие просторы пляж. Сравните с нашим видео, когда мы проходили здесь именно в другое время. В прошлом году эти батуты пользовались очень большой популярностью. Особенно те, которые были с бассейнами. Там люди прям очень, так сказать, сильно их использовали. Приходили с детками прыгать, кататься, наслаждаться. С правой стороны туалет 30, душ 50 рублей. Пока еще закрыто написано. Но мы ждем открыть. А это будет у нас такой вот бар. Вот и лето пошло. Красные флаги висят, все. И ничего не происходит, друзья, не меняется. То есть, не знаю, с чем это связано. Ответа от администрации нет. Почему флаги висят, когда условия для купания вполне себе подходящие. Море теплое уже. И ветра нет. То есть, так много предупреждения. А висит красный флаг. То есть, официально получается, купание на пляжах запрещено. Ну, как говорится, кто у нас спрашивает. Но потом, когда происходят трагедии, и люди не получают там помощи или еще что-то. Ну, как говорится, вы видели, что флаг красный, значит, купаться нельзя. Здесь переодевалочки реализованы, мусорки есть. То есть, ну, в принципе, с этим все хорошо. Сейчас пойдем спросим, сколько стоят лежаки. С правой стороны тоже такой бар реализован на море. Тут ребята приходят на перекур. Спрашивали, кстати, у меня про пирс. Пирс пока еще, смотрю, что переделают. Самый пипец, конечно, это вот эти конструкции, которые рядом с пирсом вкопали. Вообще такая жесть какая-то. В общем, что хотят, то и творят. Ну, давайте узнаем, сколько стоят лежачки на пляже, чтобы ползагорать. Здесь подписано, что платная зона, режим работы с 8 до 20. Так, лежачки, друзья, по 500 рублей на день. Если выезжаете, допустим, на 4 дня, то по 400 рублей можно брать их в аренду. То есть, вот такая стоимость в этом году на центральном пляже Витязева лежаков. Работают уже прокаты катамаранов. И уже смотрю бананы, ватрушки. Смотрите, стоимость бананы 400 рублей, ватрушка 500 рублей. Ну, а гидроцикл это уточнять надо уже непосредственно, когда вы придете сюда. Ну, и количество людей на пляже вы можете увидеть, сколько их здесь отдыхает. Вот здесь какой-то мусор сбился. Давайте вот чуть-чуть вправо отойдем. Там водичка поприятнее должна быть. И замеряем температуру и все остальное. Здесь вот чуть правее проходим. Люди же, в принципе, присутствуют. Пляжи заполняются. Это не может не радовать. Ну, и, в принципе, температура там моря, друзья мои, посмотрите, 25 градусов. То есть, вполне себе уже комфортно. Это воздух, а в море, это значит, что и море сейчас будет очень теплое. Собственно, что мы сейчас и узнаем. Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Друзья, я надеюсь, что у нас получилось полетать. Температура водички. Добавил DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует...